29 марта состоялось заседание депутатов законодательного собрания Челябинской области, на котором приняли ряд изменений в законодательстве. Более 640 миллионов рублей направлено в Челябинскую область из федерального бюджета на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Законопроект предусматривает в первую очередь перераспределение средств на повышение оплаты труда. Речь идет о доведении минимального его размера до уровня прожиточного минимума. Напомним, что федеральная поддержка призвана компенсировать дополнительные расходы региональных бюджетов на повышение оплаты труда в бюджетной сфере в связи с увеличением МРОД с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей. Также почти 2 миллиарда рублей будут направлены на достижение индикативных показателей в соответствии с майскими указами президента России и индексацию на 4% заработной платы прочих категорий работников бюджетного сектора, не предусмотренных в майских указах. Так что здесь тоже все принятые изменения, они позволяют решить чаяние и нужды нашего населения. Поэтому все депутаты законодательного собрания единогласно поддержали этот проект и приняли соответствующие постановления. Также депутаты внесли изменения в региональный закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В декабре 2017 года Жилищным кодексом Российской Федерации установлены обязательства государства по возмещению трат на капитальный ремонт в том случае, если многоквартирный дом был включен в перспективный годовой план капитального ремонта до момента приватизации. То есть, если отдельные конструкции на тот момент неприватизированного дома требовали ремонта, то эти виды работ будут выполнены за счет государства или затраты будут возмещены за счет бюджетных средств. Принципиальный момент – государство возместит затраты только в части своих обязательств по недоремонту, а не за весь капитальный ремонт, в том числе в последующие годы. Поэтому обязательства бывшего наймодателя, то есть государства, не освобождают собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Законопроект на заседании законодательного собрания принят в первом и третьем чтениях. Кроме того, в ЗАГСобрании обсудили меры по стимулированию развития рынка наемного жилья. В первом чтении был принят законопроект, предусматривающий компенсацию расходов в размере 70% от платы за наем жилого помещения в наемном доме социального или коммерческого найма. Она будет предоставлена гражданам с невысоким уровнем дохода. Этот закон, я считаю, очень важный. Он несет большую социальную значимость. Во всем мире такие законы работают и применительная практика. Поэтому мы сейчас, сегодня внедряем такой закон на нашей территории. Я думаю, что он будет полезный. И уже есть, как объявлял министр, у нас уже есть дома, которые под социальную значимость выделены под этот найм. Также депутаты внесли изменения в статью 2 областного закона о ставках налога на игорный бизнес на территории Челябинской области. Данным законом предлагается ввести два новых вида объектов налогообложения и установить максимальные ставки налога, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации. По мнению депутатов, принятие предлагаемых изменений будет способствовать увеличению поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Челябинской области. По предварительным подсчетам ожидаемые поступления увеличатся на 5,7 миллиона рублей. Поправки в закон об административных правонарушениях в Челябинской области направлены на усовершенствование правового регулирования в сфере противодействия терроризму. Законом устанавливается административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений антитеррористической комиссии. Штраф для граждан составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, внесены изменения в ряд социальных законов. Действительно, сегодня очень много было вопросов, и как сказал Владимир Викторович, совершенно верно, как будто после каникул пришли и очень много вопросов рассмотрели. Особенно касается много законопроектов, ну и в том числе по социальному блоку. Ну, прежде всего, нужно сказать, что принят закон по образованию, он касается оценки работы учебных заведений, который тоже очень важен для того, чтобы нам понимать, как работают сегодня учебные заведения любой формы собственности. И ряд законопроектов, касающихся сегодня социального обслуживания, в том числе это приемных семей. Хочу сказать, что мы в свое время приняли закон Челябинской области и понимаем, что он востребован касается семей приемных для пожилых людей. И уже то, что мы вносим изменения, говорит о том, что мы получили, в общем-то, такую оценку о том, что востребованность есть. И законопроекты, которые касаются поддержки и помощи несовершеннолетним, которые не имеют возможности ухода, это то, что касается инвалидов несовершеннолетних. Ну, вот, наверное, такой блок социальных законов. На заседании депутатов районного уровня выступила Светлана Варданян, председатель контрольно-счетной палаты. Она представила народным избранникам отчет за 2017 год. Собрание заслушало выступление Светланы Олеговны и решила отчет утвердить. Затем слово взял Анатолий Катрухин, глава форштадтской территории. Он доложил информацию о ходе исполнения поручений по переданным полномочиям сельскому поселению. Глава поселения отметил, что денег в местном бюджете катастрофически не хватает. Ни содержать кладбище, ни отапливать учреждения культуры на должном уровне. Депутат Андрей Вертников поинтересовался, а разрабатывает ли местная администрация меры по улучшению эффективности работы. Собрание депутатов, заслушав информацию Анатолия Катрухина, сделало вывод, что на данном этапе невозможно оценить эффективность использования бюджетных средств и качество исполнения переданных полномочий. Доклад главы территории приняли к сведению. Администрации района поручили внести уточнение в заключенные соглашения, обратив внимание на порядок передачи и использования материальных ресурсов, порядок отчетности и контроля исполнения полномочий. Также на заседании о работе по Степному избирательному округу доложил Артем Артемьев. С отчетами о своей деятельности будет выступать теперь каждый депутат. Это позволяет набраться какого-то опыта, уйти решение каких-то проблем, ну и, в общем, взаимодействие именно с сотрудниками. Артем Александрович перечислил дела, сделанные в рамках социокультурного проекта «Мы степнинцы». Отметил открытие тренажерного зала, приезд в Степное почетных гостей. Особое внимание он уделил школьному музею. Не первый год депутат выделяет депутатские средства именно на этот объект. Закончили у нас в Степнинском музее. Вот это вот то, что зависит от меня, депутата я сделал, и сколько у нас там закончено до конца. Здесь минимальная поддержка от власти нужна. Были рассмотрены и обращения избирателей. Выделены 10 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря для детской школьной команды поселка Межозерный. Столько же на инвентарь для взрослых футболистов в этом же поселке. 15 тысяч рублей на покупку классической гитары для Межозерной Дыши. Денежные средства выделил из своего фонда Ренат Сагитов. Депутат от Карагайского округа Анатолий Чернов направил 15 тысяч рублей на волейбольные и футбольные мячи для Карагайской школы. Верхнеуральский депутат Павел Вдовин выделил 16 тысяч управлений физической культуры и спорта на приобретение детской футбольной формы. Еще одним политическим событием прошедшей недели стало заседание Полицовета партии «Единая Россия». На нем подвели итоги выборов президента и поблагодарили всех, кто приложил немало усилий для их качественной организации. Я должен сказать, что мы с честью и достоинством это испытание прошли. То есть, значит, по итогам выборов нашей передвижной избирательной комиссии, депутаты замечаний в этом вопросе технических у нас практически не было. Организаторам избирательной кампании в территориях глава района Сергей Альбулатов вручил благодарственные письма. Членам участковых комиссий сказали спасибо за их ответственность, мобильность, четкое исполнение поручений и пожелали успехов в следующих выборах.